Советский Союз, вот когда он развивался в послевоенное время, ну даже еще по инерции Прихрущева-Прибрежнева происходило развитие, ведь весь мир ориентировался на Советский Союз. И Европа ориентировалась вот по такому гуманистическому пути, по пути, так сказать, развития социального равенства. Действительно, строилось общество более-менее социальной справедливости и в США, и в Европе. И как только Советский Союз развалили, все там... Ну сейчас же у нас капитализм более дикий, чем в Штатах, и у нас соотношение между количеством олигархов и количеством бедных рекордное по миру. Вслед за Украиной мы идем, да, потому что у нас количество олигархов на единицу валового продукта второй о мире после Украины. Сегодняшняя система – это именно империалистическая система, где вся власть находится у мировых монополий. Понимаете, ведь возьмем какие-нибудь крупнейшие мировые монополии, они сейчас действуют по всему земному шагу. И нефтяные компании, и энергетические, даже те, которые выпускают продукты ширпотреба – это мировые компании. Вот посмотрите, как, скажем, происходит заседание Бердербергского клуба, ведь там участвуют представители крупнейших компаний. И представители крупнейших компаний, по сути дела, имеют власть больше, чем президенты многих стран. То ядро мирового империализма, которое действительно участвует в глобальном управлении, а, так сказать, должностные лица находятся на самом деле у них на побегушках. Первая причина – это духовная, потому что вот вся эта империалистическая система, она действительно бесчеловечная система, и она бесчеловечная система, потому что ей руководят люди сугубо антихристианской направленности. Надо сказать, более правдиво – это люди сатанинского мировоззрения. Понимаете? Как бы официально их религией является палладизм, да, это вот поклонение, так сказать, Бафомету, вот тому персонажу, который произошел от богини Мары, которая превратилась потом в демона. Потом, помните, Мардук появился в Вавилоне, ну а потом они сделали из него некое двуполое существо, вот этого рогатого козла Гермефродита, да, ну, которому они сейчас поклоняются, да. То есть это действительно маразматическая система совершенно, это люди сумасшедшие, и ведь они руководят сейчас миром. Да, денежные, потому что сейчас вот эта религия, это религия и хозяев денег, и это религия мировых лидеров и в Европе, и в Америке, и важно сказать, что это религия верхушки Ватикана. То есть современная иезуитская верхушка Ватикана, это тоже проповедники палладизма. Как получила современная элита, ведь это было и в Индии, и в Китае, потом особенно произошло на Ближнем Востоке, когда неподготовленные люди стали входить в тонком мире в контакты, и в результате они оказались под властью не наших предков, не наших боков, а паразитической системы. И вот с тех времен эта паразитическая система захватила умы вот этой так называемой элиты и повела ее к гибельному пути, и вот уже результатом этого явились и войны, и капитализм, и империализм. То есть это был результат вот этой идеологии, проведения ее в жизнь, потому что не все нации стали равными, не все люди стали равными, элита стала представлять себя чуть ли не богами, а постепенно эта элита захватила все царствующие семьи в Европе, понимаете? Вот что произошло. И войны были результатом вот деятельности именно этих людей, которые их специально организовывали, ведь все войны, ну по крайней мере, начиная с Наполеоновской, можно приследить и вглубь веков и дальше, но вот все большие войны, начиная с Наполеона, они же происходили по четкой программе. И четкую программу писали люди, и эта программа диктовалась из инфернального мира. Вот это мало кто понимает, потому что я уже многократно выступал, что все эти программы были заявлены еще, ну по крайней мере, баварскими иллюминатами в 1776 году. То есть вот теперешние политики и политобозреватели, в общем-то, они не в курсе того, что все революции, все войны продиктованы вот этой самой программой. Конечно, могут быть нюансы, может что-то не получаться, может что-то корректироваться по датам, но в целом проводится эта античеловечная программа, направленная на уничтожение нормального человека. Потому что, понимаете, они же себя возомнили богами. В итоге они хотят из человека создать биоробота, вот эти все трансгуманистические проекты, это их проекты. Понимаете, нормальному человеку такого в голову не придет. Мизантропы. Понимаете, ведь многие направления науки и техники не дают развиваться, те же экологические проекты. Я вот многократно говорил, что можно получить практически бесплатную воду из воздуха, да, одновременно получать энергию, но это вы же никто не понимаете. Все захвачено сейчас мировыми монополиями, они отслеживают все эти процессы. Поэтому можно развивать только вот эти трансгуманистические проекты, электронные проекты, вот проекты чипизации населения, создание электронных правительств и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это направлено на самом деле на уничтожение божественной природы человека. К сожалению, здесь вот такой эволюционный путь вряд ли получится, и все пройдет через большие потери, к сожалению. Потому что пока вот эта паразитическая система сама не развалится, народ ничего не сможет сделать. Да, с частью народа. К сожалению, с частью народа развалится. В целом о мировом процессе. Потому что то, что происходит у нас, тоже происходит и в Европе, и в Америке. В общем, примерно одно и то же. Что в результате развала этой системы не должно потеряться управление. То есть управление должно перехватиться другими людьми. И в этом смысле это действительно необходимая работа. Я вот никогда в своих выступлениях не поднимаю национальный вопрос. Потому что я всегда говорю не о национальности людей, а об организациях. И другое дело, что организации могут строиться на каких-то националистических принципах. На каких-то действительно мизантропических, человеконеновических идеях. И я всегда говорю об организациях. Поэтому люди, которые связывают все вот эти вопросы с какой-то национальной темой, я думаю, они уводят весь этот вопрос в сторону. Потому что надо рассматривать главную тему. А главная тема состоит в том, что действительно вся мировая история – это противодействие сил зла и добра. То есть противодействие Бога и его антипода. Ведь можно проследить по всей известной нам истории человечества. И все войны, ну, как минимум, начиная с Наполеона, они организованы именно этой силой, которая связывается с масонством. Поэтому если мы будем замалчивать эту историю, мы просто ничего не поймем. Мы не поймем то, что сейчас происходит. Ведь реализуется во всем мире программа нового мирового порядка. Ее никто не отменял. Да, у элиты есть разногласия. Действительно, многие проекты забуксовали. Но эта тема нового мирового порядка, она продолжает развиваться и в Америке, и в Европе, и, к сожалению, и в России. То есть все это происходит по плану. Он запаздывает, но, к сожалению, все это имеет место. И когда мы начинаем связывать этот вопрос с какой-то национальностью, скажем, с какой-то еврейской темой, вот, ребята, ну, посмотрите, пожалуйста, надо говорить об идеологии, а не о национальности, об организациях, которые проводят эту идеологию. Смотрите, что происходит сегодня, что в Израиле. Я вот смотрю программу ИТН-ТВ. Ну, понимаете, у израильтян такая каша в голове. То есть они абсолютно не понимают, что происходит, не понимают, что Израиль, эти силы используют, как такую дубину для развязывания Третьей мировой войны. Ведь она должна развязываться через Израиль. Вот это сейчас и происходит. И израильтяне этого, к сожалению, не понимают. Обычно американцы этого не понимают, потому что, ну, даже вот страшно представить вот та система, вот иерархическая система власти, которая выстроена в Америке. Люди даже не представляют, как это происходит, что на самом деле все президенты, все там вице-президенты, все министры, по сути дела, это марионетки, марионетки этих сил. Действительно, нормальному человеку это сложно представить, вот выстроена такая иерархическая система, где люди в виде президентов и всяких других высоких должностных лиц, лиц просто слепо выполняют эту программу. И отказаться от ее выполнения они не могут. Вот как Кеннеди пытался отказаться, ну вот. По всей видимости, вот эти гигантские страни, которые есть на Корейском перешейке, в Северном Приладожье, были построены для больших уже летательных аппаратов, типа Вайтмар, объектов протяженности там в десятки и сотни метров, то есть гигантские объекты, и которые двигались, по всей видимости, по силовым линиям магнитного поля, потому что сами обладали гигантским магнитным полем, которое совершенно необходимо для радиационной защиты человека, который выходит в космос. А ведь в то время совершали перелеты на планеты Солнечной системы, путешествовали даже в другие галактики. Так что, видите, надо было обеспечить радиационную защиту, потому что современный уровень техники не позволяет делать перелеты человека даже на ближайшие поля. Это делалось с магнитным полем, с помощью магнитного поля. Сильнейшее магнитное поле создавалось вокруг этого аппарата, которое покрывалось плазменной оболочкой. Плазменная оболочка ликвидировала практически сопротивление воздуха при старте. Ну а дальше воздействовала сила типа гравитации. Понимаете, вот если у нас бы была сила тяжести, скажем, не G, а 10G, напряженность гравитационного поля, или 100G, то мы падали бы совершенно так же, не испытывая никаких перенапряжений. Также и вот те космические аппараты, они же двигаются с громадными скоростями, могут превосходить скорость света, никаких ограничений для них не существует, потому что эфир сквозь них не проникает. Там, извините, никаких релятивистских эффектов поэтому не будет. Кстати, релятивистские эффекты, они отсутствуют даже на современных космических аппаратах. Предыдущие мои выступления были подвергнуты критике тем людям, которые говорили, что у нас вот есть системы GPS и GLONASS, глобального позиционера, в которых якобы выполняются эффекты специальной теории и общей теории относительности. Ничего подобного, поговорите с разработчиками этих систем. Там происходит регулярная подстройка времени, то есть часов, которые установлены на спутниках, в том числе на геостационарных. Так что там никакие эффекты теории относительности не работают. Также в этих аппаратах ничего не будет работать, человек не будет подвержен воздействию эфирного набегающего потока, будет защищен магнитным полем от сильной радиации, и в собственном поле этого аппарата может двигаться с громадными ускорениями и с громадными скоростями. Против нейтральных частиц, понимаете, ведь главное препятствие для путешествия в космос – это именно заряженные частицы. Потому что вот эти нейтральные частицы уже появляются при, скажем, распаде и торможении этих заряженных частиц. Поэтому если мы обеспечим, скажем, защиту человека с помощью, скажем, слоя свинца, то, в общем-то, мы его тоже можем… Ну, так же, как на Земле, ведь человек существует на Земле, чем он защищается исключительно магнитосферой Земли. Также и вот вокруг этих летательных аппаратов была сделана магнитосфера. Естественно, что для устойчивого полета эти аппараты могли двигаться только вдоль силовых линий магнитного поля. Иначе движение будет неустойчиво, будут к другую сторону относить, да, понимаете? Вот поэтому абсолютно все вот эти взлетно-посадочные полости направлены на допотопный Северный полюс. То есть для нас это на северо-северо-запад. Если мы возьмем мегалиты в южных районах, скажем, можем взять для примера мегалиты на Храмовой горе в Иерусалиме, их ориентация будет точно то же самое на допотопный Северный полюс. То есть на Гренландии. То есть вывод такой, что, в общем-то, Захарий Сичин был прав. Это действительно объекты космического назначения. Да, были потери на эти технологии. На этих постройках уже возникали ведические храмы, потом иудейские, мусульманские.